Командный чемпионат края по бадминтону начался еще весной. Эти важные состязания в приморском календаре проходят в четыре этапа. Очередная такая встреча мастеров и любителей ракетки прошла на днях в спорткомплексе «Олимпийц». Победитель будет определяться по итогам четырех туров. В зависимости от того, какое ты место занял, в первом, втором, третьем, четвертом. Ну, если потребуется, как, кстати, в прошлом году так и было, еще был суперфинал. Когда команды набирают одинаковое количество очков, то мы потом еще делали суперфинал, чтобы разыграть тоже все-таки первый. Сражаются бадминтонисты как по одиночке, так и в парах. Но любой результат идет в общую копилку города или клуба. Этот турнир разделяет всех участников на три лиги – А, Б и С. Если в А самые опытные и старшие игроки, то, например, в С – молодые, но перспективные новички. Мне очень интересно играть. Это азартная игра, быстрая. Вот так вот потихоньку можно подниматься на ступеньку выше и занимать уже на каких-нибудь таких выездных соревнованиях первые места. Командный формат добавляет особой ответственности перед игроками. Бьешься не только за себя, но и за общую копилку своего коллектива. А он, к слову, может быть собран из любых друзей, знакомых и даже коллег по работе. Мы уже минимум три года одним составом играем. В прошлом году мы были чемпионами в Лиге Б. В этом году хотим повторить результат. Стремимся к этому. У нас на Дальприборе есть свой спортзал, поэтому мы тренируемся еженедельно. Эти игровые встречи также являются проверкой кандидатов на предстоящие важные соревнования. Уже этим летом приморцы покажут себя сначала на спартакеаде учащихся России, а затем в ежегодном профессиональном турнире Russian Open. Который, к слову, пройдет здесь, во Владивостоке. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.